86 тысяч как плата за доверчивость. Мошенничество по-прежнему остается одним из самых распространенных видов преступлений. Как минимум, несколько подобных случаев регистрируются в различных районах области каждую неделю. Так, недавно пожилая жительница Волжского лишилась крупной суммы, поддавшись на уловки аферистов. Елена Мурмилова с подробностями. Эта история, впоследствии оказавшаяся преступлением, случилась больше недели назад. На улице к Нине Александровне подошла женщина, представилась подругой дочери и, как говорится, слово за слово завязалась душевная беседа, в ходе которой незнакомка сообщила, что для срочного решения каких-то проблем ей необходимы 100 тысяч рублей. С просьбой одолжить их, мошенница и обратилась к пенсионерке. А я говорю, да мне денег таких нету. Она берет телефон от меня дает мобильный. И Наташин голос, дочке моей. А точно ее голос? Может вам показалось? Ну точно ее. Трубки она называет. Мамулечка, ну ради бога, помоги. Помоги. 75-летняя женщина ни на минуту не усомнилась в том, что разговаривала с дочерью и принялась действовать. Придя домой, она отдала мошеннице, хранившейся в квартире 39 тысяч рублей. За остальными накоплениями старушка отправилась в банк. Всего же в руки преступницы перекочевали 86 тысяч накопленных пенсионеркой сбережений. В полицию пожилая женщина обратилась лишь спустя несколько дней. Все это время она ждала, что ей вернут, как и обещали ее деньги. Драгоценное время было потеряно. И хотя на кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной в окне кассира банка, хорошо видно лицо мошенницы, поймать ее теперь надежды мало. Поэтому мы выходим с ходатайцами к банкам о том, чтобы в взаимодействии с нами со временем принимать меры профилактического воздействия. Мы оговорили о том, что при случае снятия больших сумм везде есть кнопки вызова сотрудников полиции вне охраны. Применяли эту возможность вызова полиции в любом случае, когда суммы превышают определенные разумные пределы. Кроме этого, полицейские еще раз напоминают всем, у кого есть пожилые родственники, о необходимости поддерживать с ними постоянную связь и держать на контроле расходование таких крупных сумм денег. Мошенники не дремлют. Только за этот месяц трое пожилых людей в Лужском стали их жертвами.